в этом смысле как вы вероятно знаете в канаде у нас у всех система отопления автономная то есть у вас стоит отопительный агрегат внутри вашего дома в том числе и в квартирах то же самое он подогревает воздух вот этот отопительный агрегат который под давлением соответственно идет по всем вашим этажам у него есть определенные недостатки в этой системы потому что воздух как правило сухой поэтому у нас у всех стоят такая вещь как humidifier то есть это устройство которое добавляет вот этот воздух теплый который идет по тоже он впрыскивает в него так сказать вот влагу для того чтобы поддерживать уровень вот этой влажности 2 недостаток этой системы заключается в том что вот если например скажем у меня трехэтажный тонхаус то соответственно довольно сложно поддерживать баланс температуры то есть понятно что где-то на одном этаже будет теплее на другом этаже будет холоднее все это правда регулируется за счет того что вот помните я говорил что в полах у вас есть эти решеточки они имеют определенные регуляторы то есть вы можете ее перекрывать вы можете сделать воздушный поток больше и меньше и за счет этого в принципе можете балансировать вот как бы систему и топли отопления на разных этажах тем не менее мне показалось что вот для системы отопления такая схема она на мой взгляд более экономичная в плане того что гораздо меньше энергопотерь то то есть вы находитесь у вас в бейсменте в нижнем этаже стоит отопительный агрегат и соответственно под газовая форсунка работает он сжигает вот этот вот природный газ и этим газом соответственно отапливается воздух который потом распределяется по этажам то же самое можно сказать про систему водоснабжения вот мы например как-то разговаривали женой и вспоминали о том что когда мы жили в москве и учились в институте то летом у нас каждый раз отключали горячую воду я думаю что и по сей день во многих городах это происходит что и понятно да потому что есть котельная где подогревается горячая вода и раз в год надо делать какие-то определенные работы для того чтобы подготовиться там скажем к зиме то же самое у нас есть в домах и везде так сказать и в билдингах у нас есть такое система подогрева воды который называется hot water tank если мы говорим допустим про дом или про townhouse то есть это грубо говоря по-русски говоря это тэн в котором стоит внутри электрическая спираль которая греет эту воду то есть вы опять же никак не связаны так сказать ни с какими теплотрассами ни с какими котельными вы себе внутри дома подогревать как как хотите да ну то есть примерно как у нас вот газовые горелки которые на кухне были которые подогревали вот вот примерно та же самая система то есть в любом случае я просто имею сказать что и система отопления и система подогрева воды у нас она в общем достаточно автономная минус в системе подогрева воды тоже есть безусловно за счет того, что подогревается вот эта вот вода в Тенни, то когда вы открываете экран, как правило, первые там несколько минут идет холодная вода, а потом уже начинает идти горячая вода, то есть за счет этого, мне кажется, есть определенная потеря воды, что, в общем, не очень здорово, но, как мы понимаем с вами, в каждой системе есть свои плюсы и минусы. Следующий момент, когда вы покупаете канадскую недвижимость, то же самое со мной произошло, когда я приехал жить в Канаду, в любой современной квартире, в любом современном танхаузе, я уж не говорю даже про дом, как правило, несколько санузлов, то есть я вам скажу такую вещь, что модель современной недвижимости канадской, если мы говорим про квартиру, то это должно быть две полные ванные комнаты, либо иногда уже это становится менее популярным, но это еще существует, либо, допустим, туалет и ванная комната, но, как правило, в современных квартирах уже две. Если мы говорим про отдельно стоящий дом или, скажем, про танхауз, то, как правило, это две полные ванны на втором этаже и туалет, половинка на первом этаже, то есть вы заходите обычно в дом, как правило, слева-справа у вас есть дверь, вы открываете, она называется у нас powder room, такая вот, как припудренная, то есть какое-то, видимо, старинное название, и там, соответственно, вот если приходят к вам гости, они могут помыть руки, так сказать, это вот как бы больше для тех людей, которые приходят как бы с улицы, да, а вот, как правило, на втором этаже в master bedroom, то есть в главной спальне всегда есть встроенная внутренняя ванна, в современных домах она, как правило, и ванна, и душевая имеется, и на втором этаже для оставшихся двух спален есть отдельная ванна, скажем, допустим, для детей. Тенденция сегодняшняя такова, что из тех домов, которые я показывал и продавал, и покупал для своих клиентов, если дом площадью, скажем, 2700-2800-3000 квадратных футов, то есть это, грубо говоря, где-то примерно 300 квадратных метров, то последняя тенденция заключается в том, что площади такой дома обычно это 4 спальни, и, соответственно, на втором этаже должно быть уже не 2 полные ванны, а 3 полные ванны, то есть одна это master bedroom для родителей и 2 ванны на оставшиеся 3 спальни, вот примерно такой расклад. Если говорить о тенденциях современного строительства, что мне нравится и что мне не нравится, наверное, скорее мне нравится, наверное, последние годы, я бы сказал, лет 5-10, наверное, тенденция так называемого open concept. Open concept это открытое пространство, недвижимость у нас дорогая, площадь у нас очень дорогая, поэтому билдер, строитель старается как можно больше раскрыть площадь. Это приводит к тому, что, например, если вы заходите в современную квартиру, то вы никогда не увидите закрытое помещение для кухни, то есть кухня, она открыта, и она выходит как бы в зал. То же самое в отношении и домов, и тонхаузов, как правило, вы заходите в гостиную, и кухня, она обычно полностью раскрыта в сторону гостиной, в сторону family room или living room, как здесь у нас называется. Большинство людей, я бы сказал, положительные к этому относятся, потому что смотрится это красиво, но за красоту, как известно, приходится платить. Смысл этой платы заключается в том, что если вы что-то готовите на кухне, вы жарите рыбу, вы там жарите мясо или там еще что-то такое очень достаточно пахучее вы готовите, то будьте уверены, что весь этот запах пойдет у вас буквально по всем этажам. Но, как мы с вами сказали, что красота стоит жертв, так сказать, и за красоту приходится платить. Если вы хотите, чтобы это смотрелось очень симпатично, то есть всегда, как правило, какая-то и негативная сторона медали, скажем так. Да? Из современного строительства, опять же, современной тенденции, мне это нравится. Если раньше у нас высота потолков была 8 футов, мне уже привычнее говорить в футах, потому что здесь так заведено. Вообще метрическая система наша канадская, она довольно в этом смысле странная, в плане того, что у нас метры не приняты, у нас квадратные футы или длины, длина тоже меряется в футах. При этом, если вы едете на машину, то скорость замеряется почему-то в километрах, а не в милях, как в Соединенных Штатах, предположим. Тем не менее, если возвращаться к высоте потолков, то раньше это было 8 фитов, и это было, в общем, таким стандартом принятым. Сейчас, на сегодняшний день, как правило, это 9 фит, то есть более высокие потолки. Смотрится это довольно красиво, потому что у вас и многим людям это очень нравится, естественно, потому что у вас над головой появляется куб воздуха, вы чувствуете себя как-то. Понимаете, мы русские люди рослые, у нас много мужчин, много людей достаточно приличного роста, поэтому, когда вы заходите, упираетесь буквально головой в потолок, это не очень здорово. И при этом, скажем, если более высок потолок, то, конечно, вам и чувствуется себя как-то комфортнее, то есть свободнее, и при этом это смотрится довольно красиво. То есть, это вот современная тенденция последних, скажем так, 10-15 лет. Друзья, это все на сегодня. Я думаю, что сегодня я пока рассказал вам такую порцию, этого, наверное, достаточно один раз. В следующий раз я постараюсь записать что-то дополнительное, если мне придет на ум какие-то и недостатки, и, так сказать, достоинства канадской недвижимости, я охотно с вами поделюсь и расскажу. Сейчас, как всегда, я приглашаю вас подписаться на мой канал в YouTube, на мою страницу в Google+, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Instagram. Всех охотно, как всегда, приглашаю и принимаю в друзья. Всего вам самого наилучшего и пока!